В стартовом домашнем поединке Чемпионата России баскетболисток из Екатеринбурга встречал обновленный молодой коллектив Сергея Данилина. Это связано с тем, что игроки взрослеют. Мы не можем соответствовать финансовым требованиям уже качественных игроков. Поэтому мы вынуждены каждый год подпитываться игроками своего молодежного состава. Но эта мера мне очень нравится как руководителю, потому что я вижу результат своей работы. Спарта НТК на равных провела стартовую десятиминутку, но во второй упустила нить игры и УГМК решительно пошел в отрыв. После смены сторон ситуация на паркете не изменилась. Третья четверть почти полностью повторила сценарий второй. В сумме баскетболистки из Екатеринбурга выиграли эти десятиминутки со счетом 53-15. Стоит отметить, что в «Видное» приехало много болельщиков команды из Екатеринбурга. Татьяна вместе с сыном не пропускают ни одного матча любимого клуба. Мы вообще жили в Екатеринбурге. Сейчас мы живем в Москве. И вот всегда, когда приезжают, УГМК мы всегда здесь. А Елена Викторовна – бабушка баскетболистки УГМК Елены Бегловой. Присутствуют почти на всех играх внучки. Все города объездили, все страны объездили. И медали полная стена. И я всегда хожу, болею за нее. Лишь в самой концовке встречи гости немного ослабили хватку, решая свои локальные задачи. И позволили хозяйкам паркета оставить заключительный период за собой. Наши девочки лучшие. Они большие молодцы. Самая молодая команда, наверное, в этом лиге. Так что мы за них очень активно болеем. К сожалению, видновчанки не сумели реабилитироваться во второй половине противостояния. В итоге уступили со счетом 50-90. В составе соперниц выступала воспитанница «Спарты» игрок женской национальной сборной России Мария Вадеева, которая стала самым результативным игроком встречи. Следующий матч «Спарты НТК» снова проведет на домашнем паркете. В воскресенье 18 октября они сыграют против «Надежды» из Екатеринбурга. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.